Приветствую вас, уважаемые любители рыбалки, рыболового ловли. Сегодняшний выпуск я хотел бы показать про такую снасть, как пузырь. Использую я на микроречках для ловли такой аккуратной рыбы, как галавль. Удилище выбирается коротенько, буквально метра четыре, да, было вполне достаточно, в связи с тем, что, как правило, микроречки очень-очень густо заросшие кустарниками, деревьями. Ну и ловлю от четырех, реже пяти, еще реже шестиметровыми удилищами. На данном примере вот я буду показывать на шестиметровом удилище, как это все выглядит. Берется удилище, шесть метров берется катушка. Катушку я использую инерционно. Инерционно, потому что мне привычно ими ловить, привычно и удобнее управлять этой снастью. То есть можно подмотать, размотать, сплавить поближе, подальше. Основной отличием от основной снасти является этот прозрачный поплывок, так называемый пузырь. Он прозрачный. Есть еще яркие цвета, то есть оранжевые. Есть они по размерам крупнее. На такие я пробовал уже на большой оке, соответственно, на большой воде, на реке. Ловил я как раз уже на шестиметровом удилище и ловил уже там. Если на микроречке в качестве насадки использую я больше муху или кузнечика небольшого, среднего, мелкого кузнечика, то на оке уже на такие шары я использую, грубо говоря, уже крупную насадку. Это или жук майский, или саранча. Вот. Есть также они немного другие формы, размеры. То есть размеры совершенно разные бывают. Все три, все три разные. В зависимости от ситуации, которую вы ловите, где вы ловите. Бывают еще разные формы, то есть продолговатые. У меня, к сожалению, был один, но у меня, если я не ошибаюсь, он у меня вышел в устрою, я его утилизировал. Вот. Леска у нас ставится на эту снасть от 0,2 до 0,24. 0,25. Здесь на данный момент у меня стоит леска 0,23. Три. Вот. Далее. Берется вот леска. Берется силиконовая стопора. Цветами они бывают разными. То есть бывают и цветные, бывают черно-белые. Такие силиконовые стопора. Все знаете, видели в магазинах. Стоят они копейки. Вот. Ставится силиконовый стопор на основную леску. Лучше ставить его по два. Ну, сейчас вот на данном примере, когда будете собирать снасть, лучше поставить его до две штуки. Вот. Ставлю один, чтобы просто показать. Ставится один силиконовый стопор. И через вот эти два ушка пропускается леска. Так, не получается. Сюда пропускается. И, соответственно, сюда пропускается. Все. То есть, чтобы он у вас не убегал. Не сбивался. Кто-то может сказать, что здесь вот есть специальные, да, согласен, есть специальные такие затычки, пробочки. Через которые заполняется вода. То есть, пришли на берег, там можно долить его. И уже для заброса, соответственно, шарик уже будет тяжелее. То есть, он можно кидать дальше. Ну, я расплавляюсь непосредственно от ног. Плавляю в Калужской области. Вот такую снасть. Река Дугнянка. Вот. Непосредственно от ног. То есть, там, ну, буквально 2-3 метра от себя откинул. И течение моего там течение очень бурное, очень быстрое. Речка находится в горно-лесистой местности. Вот. И относится ее здорово. То есть, там, особо не надо. Там только поправляйте, управляйте его движением сплава. Вот. Ставится. Все поставили. Стопор, чтобы у вас полк не бежал. Далее вяжите на это вот место петельку. Петельку завязали лишнюю там. Откусили. Делаем петельку. Такую петельку ставим. Далее берем поводки. Они у меня всегда завязаны. То есть, всегда уже готовы к употреблению. Просто меняю на запасе. Крючок используется, ну, для, грубо говоря, там, для кузнечика. Там подойдет четверка-пятерка крючок. Самый лучший пятерка, наверное. Крючок длиной у нас идет. Поводок идет не длиной, а поводок у нас идет длиной, ну, не знаю, сколько сантиметров. Сантиметров 40, наверное. Вот. 40, ну, полметра. 40-60 сантиметров. Вот. Далее вставляется, вон, кольцовка. Вставляется петелька в петельку. Вставляется петелька в петельку. Все. Снасть готова. То есть у вас, в принципе, основная леска 0,2. Поводочная леска, ну, лучше брать ее 0,12, потому что, ну, рыба особо крупная не бывает. Микроречка бывает, там, ну, подкило 0,12, 0,14 лески вполне будет достаточно. И также изобилуют такие места с висшими деревьями. То есть в кустарнике будет очень много обрывов, если ставить там 1,1 и еще тоньше. 0,12 самая оптимальная леска. Черт-пятерка. Ну, это лет шестерка будет больше. Берем кузнечика в дальнейшем уже, соответственно, кузнечику отрываем нижнюю, то есть нижнюю лапки. И продеваем через голову, надеваем сюда. Соответственно, заброс, и у вас снасть будет плавать. На этом снасть грузик не ставится, то есть она сплавна. То есть плывет, кузнечик, соответственно, головой выходит из-под берега, из-под кустов. Хватает его и потихоньку утаскивает. Далее, плавок, он поплавок не видит, но если видит, то малейшее значение имеет. И, соответственно, он его уже как за собой тянет, как буйок. И его здорово видно, как пузырь водяной, реально как пузырь, потому что у тех мест, где я ловлю, очень много пены, очень сильное течение. Его сносит прям моментально, его видно здорово. Можно чуть-чуть его удилищем попридержать на одном месте, чтобы, грубо говоря, кузнечик играет, играет, играет. Он может чуть-чуть подтопиться, чуть-чуть заглубиться. И поплавок вы увидите, то есть, когда при поклевке непосредственно просто глик, и прям под водой здорово пошел там или под берег, или под кусты. И просто на дно пошел, если крупная рыба. Как правило, мелочь стоит под берегом, более-менее крупная голова, уже там, грамм 200-400, то он уже топит непосредственно сразу, моментально вниз. То есть, сразу подсекать не рекомендую, я считаю, лучше досчитать до 3-5, потому что, как правило, голова, когда уходит на кузнечика, ему хватает. И, в первую очередь, он его утаскивает. И уже непосредственно потом уже досчитаешь до 5-6, чтобы он, когда заглотил его, переворачивает, начинает заглатывать, глотает его, и тогда уже более реально. Потому что после того, как блок ныряет, моментально подсекаешь, как правило, очень много сходов. Лучше дать времени рыбе заглотить. Основной насадкой используется у нас на микроличках, на такой снасти. Это кузнечики, мухи, всевозможные гусеницы, но по опыту лучше, конечно, кузнечика, потому что кузнечика выходит, как правило, более качественная рыба. На муху всякая мелочь садится, не рекомендовала я вам, конечно. Но это в зависимости от того места, где вы будете ловить, можно собирать гусеницы обычных крапивниц. То есть, везде есть крапива растет по берегам и так далее, и так далее. Сверчки по берегам тоже бывают, кузнечики. Можно на них попробовать ловить. Очень здорово, он здорово попадается. В принципе, все. Вся снасть, которую я хотел показать. Пузырь на микроличках просто супер. Можно на поплавок. Почему нельзя на поплавок? Допустим, там с огрузкой, еще что-то. Потому что поплавок, она его все-таки рыба видит. Обычно взять, да, вот такой. Она его все-таки видит. Он более яркий, для более заглубленных. На платву, на густеру, еще на что-то. На ездя можно. Такие можно ставить. Все-таки, я более считаю, это для более больших речек. А тут все-таки для верховой ловли. Интересная ловля верховая. На те же я пробовал ставить вот такие большие. Там можно и саранчу, и жука любого использовать. Можно вплоть до малька даже. На жирца. Вот, то есть на бразе поставить. Просто сплавляешься, но там, когда стоишь на больших порогах. Вот. Там лучше на саранчу. То есть там рыба, соответственно, уже другая, мощная. Ну, там и снасть будет друг. По-другому могу сказать. Здесь будет более силовая катушка. И удилище более крепко, нежели вот это. В принципе, все. Все, что я хотел показать в данном видео. Все. Всем удачи, всем успехов. Подписывайтесь на канал, смотрите новые видео. Пока-пока.